Всем привет! Что лучше, жить в большом городе, где много возможностей, много людей и много всего интересного, или в маленьком, где может быть не так много возможностей, но есть какая-то близость с природой, безопасность, экология и может быть какие-то еще приятные бонусы? Поговорить об этом я решил с очень интересным человеком. Зовут его Дима, это мой хороший друг, и именно первое интервью на моем канале было с Димой. И по сей день оно остается самым популярным по просмотрам интервью. Ссылочку на него оставлю в описании, называется «Жизнь айтишника в Новой Зеландии». Почему я решил выбрать именно Диму? Так потому что он самый интересный пример для такого вопроса. Он пожил в Челябинске, переехал в Окленд, в Новую Зеландию, потом переехал в Мельбурн, в Австралию, и сейчас перебрался в Санкт-Петербург, в Россию, где и находится в данный момент. И именно с ним, как с любителем больших городов, я хочу обсудить этот вопрос. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Есть какой-то стереотип в России, что человек, который достигает успеха, он должен жить в большом городе. Большие деньги, большие возможности, тусовки, еще что-то. А жизнь в маленьком городе – это отстой, скукота. И вообще деревня – это либо ностальгическое какое-то бабушкино слово, либо деревенский условный какой-нибудь маленький городок называется, чтобы человека еще и попытаться оскорбить во многих случаях. Мне вот интересно поговорить по поводу того, что конкретно в городах действительно важно, потому что далеко не все берут это. От городов это необходимо. Я часто встречаю людей, особенно семейных, это актуально, которые просто такие, да, типа, в маленьком городе, а что мы там будем делать? Потом спрашиваешь, а что вы делаете в большом городе? Так они ничего и не делают в большом городе из того, что он дает. И вот первый как раз пункт – это, собственно, про возможности. Ты осознанно выбирал, у тебя же есть выбор, ты можешь поехать в Новую Зеландию, можешь поехать в Австралию. Не могу. С препонами, да, можешь. Я сейчас не могу. Почему? Ну, с некоторыми препонами… В Австралии я не пустясь. Ну, можешь. Короче, ты выбирал осознанно большие города. Мне вот интересно, какие возможности в большом городе тебе необходимы были, почему ты их выбирал? Слушай, ну, первое, то, что ты сказал про стереотипы в России. В России это не стереотип, в России это суровая правда жизни. Есть только полтора города, в которых можно зарабатывать хоть какие-то деньги. Понятно, что можно это делать и в провинции, но гораздо меньшему проценту людей в провинции это удается. Поэтому, если ты хочешь каких-то денег и возможностей, нужно переезжать в Москву или в Петербург. Ну, в первую очередь, про Москву, конечно, потому что Питер по деньгам, по роскоши, по бюджету от Москвы отстает примерно, как вся Россия от Питера. И это другая страна. Когда мы говорим о Москве, то с Россией ее сравнивать даже нельзя. Поэтому можно тут как-то рассуждать насчет Новой Зеландии, Австралии, сравнивать маленькие города, большие города. То есть, в Новозеландии вообще больших городов нет. То есть, там самый большой город – это Окланд, который деревня. Потом Веллингтон и Крайсчордж, которые тоже так себе города. В Австралии качество жизни в Сидне, допустим, в Мельбурне, в Перте, в Брисбене, в Аделаиде, оно плюс-минус одинаковое, наверное. И в маленьких городишках тоже неплохо. Мы не берем, допустим, Голдкост какой-нибудь, который австралийский Сочи, город-курорт. И понятно, что там немножко все по-другому. Ну, какой-нибудь там, не знаю, Нью-Кассел условно. Там тоже все неплохо, насколько я знаю. То есть, Россия, она так, выделяется. Это, наверное, то же самое, как в Таиланде. В Таиланде есть Бангкок и все остальное. И Бангкок с остальной страной сравнивать, ну, никак не получится. Потому что это какой-то такой грязный, вонючий монстр. Да, мое описание Бангкок тоже. А некоторым очень нравится, на самом деле. Вот эта движуха, люди, там все такое. Обилие запаха. Особенно, когда ты просыпаешься, у тебя там смог, и вообще небо не видно. Шикарно. И дышать нечем, и воняет. Не знаю. То есть, такой формат стран, видимо, не знаю, восточный, невосточный. Много других примеров можно привести, просто я мало где был, поэтому... Ну, на самом деле, да. То есть, такое дельное резюме, что от страны к стране зависит. Маленькие города, маленьким городам рознь, как бы, и большие в том числе. Вообще, много мнений я на эту тему слышал, что, во-первых, если очень хочется зарабатывать и иметь хорошую жизнь, можно где угодно. Это прямо вот от человека зависит. И это не только про города, деревни, это про страны. То есть, кто-то говорит, что вот я в России не могу заработать, поэтому мне надо уезжать. Ну, неправда. Если прям сильно захотел, может, можно заработать. Другое дело, что кейсы у всех разные. То есть, может быть, преподавателю или врачу как-то немножко сложнее построить свою успешную карьеру в России, нежели где-нибудь на Западе. Не знаю. Может быть, наоборот. Ну, там с IT-специалистами все понятно. Это как-то вот эти вот наглые ребята, которым везде плюс-минус хорошо. Если они... Бесите, да. Если они научились там связывать пару слов по-английски, то все, как бы мир открыт. Да, там, блок, баг. Вот все. Вот все слова, которые надо знать, чтобы работать на иностранных заказчиков. Сейчас вселишь надежду во многих людей. Окажется, что там все немножко сложнее. Там еще и уметь делать что-то надо, потому что конкуренция высокая. Потому что есть такая прекрасная полтора миллиардная страна, как Индия, которая заполоняет IT-индустрию дешевым трудом в том числе. И не только дешевым, уже любым. Вот. И нужно конкурировать, все равно нужно давать какое-то качество работы. Но это тема отдельного, на самом деле, разговора. Давай про возможности. Вот. Почему ты выбирал города? Для каких возможностей? Что пользоваться-то в городе? Что такого? Что он дает? Слушай, честно говоря, вот в своей жизни из четырех городов, в которых я жил осознанно, я выбирал только один – Мельбурн. Все. Остальные все. Ну, остальные все так получилось. Когда я в Петербурге оказался, это такой наименьший зол, условно говоря, в России. Потому что, наверное, единственный город, в котором мне нравится в России. Москву я терпеть не могу. Ну, как терпеть не могу? Мне иногда говорят, что когда я туда приезжаю, я очень рад этому. И что мне там все нравится. Нет, туристам там офигенно вообще. Когда приезжаешь просто погостить, вообще офигенно. Но в целом немного днемой город, наверное. А все остальное выглядит достаточно грустно. А Мельбурн я выбирал только потому, что он мне нравится. Там я себя чувствую как дома. И все. Очень красивый, хороший город. Он, на самом деле, я тоже слышал мнение, вот буквально на прошлой неделе мы разговаривали с друзьями. И там одна девушка сказала точно мою фразу про Мельбурн. То, что я кучу лет говорю про Окленд. Что на самом деле это большая деревня. Просто Окленд – это полуторамиллионная деревня, а Мельбурн – это почти пятимиллионная деревня. То есть там сити сам, он больше раз в пять-десять. Ну, трудно сказать. Словно говоря, не одна Квинн-стрит, а блок улиц примерно похожих. А вокруг то же самое. То есть suburbs, вот эти вот одноэтажные, двухэтажные строения. Какие-то центры небольшие с магазинами и так далее. Ну, да, есть большие торговые центры. Всего просто больше. Плюс-минус, я вот так задумался, действительно такой разросшийся, такой растянутый, накачанный Окленд. В три раза его качнули. И вот примерно то же самое. Вот. Поэтому вот даже не знаю, называть его теперь большим городом или нет. Большой город – это Бангкок, это Токио. Большой город – это, наверное, Нью-Йорк. Когда ты просто смотришь, и вот у тебя… Ну, это я про Токио говорю. В Нью-Йорке не был, не знаю. В Токио стоишь, смотришь, у тебя вот эти небоскребы, они вот до горизонта примерно. И, наверное, чуть-чуть еще за него. Вот это большой город. То есть он просто гигант. Москва, наверное, это большой город. Потому что, ну, посмотрите там на карту метро московского и примерно прикиньте, как добраться там из одной точки до другой. Даже на электричке вот на этой подземной. Ну, все равно долго. Это гиганты. Посмотрите на метро Петербурга. Вот у меня друзья тут недавно переезжали из Москвы в Питер. И они были удивлены, что, живя в спальном районе Петербурга, они могут за полчаса на такси добраться до центра. Вот. Такое почти около пиковое время. Это было, по-моему, никогда не ездили. Это был четверг вечер или пятница вечер. Ну, в общем, так нормально. Там какие-то пробки должны были уже начать образовываться. Ну, они не такие уж и сильные. Вот. И метро, сколько там, 6-7 веток. Это, в принципе, хватает покрыть основные части города. То есть он такой тоже, наверное, не очень большой. Смотри, тогда я бы сделал просто так по определениям. Есть маленькие города, их оставим просто маленькими городами. Есть большие города. Это вот условный Окленд, допустим. Ну, то есть города от миллиона хотя бы людей. То есть, в принципе, в которых есть какая-то жизнь, какие-то возможности и так далее. Ну, о которых мы сейчас поговорим. И есть просто супергорода. Ну, то есть огромные мегаполисы. Типа как раз, как ты сказал, Токио, Нью-Йорка. Вот. Это, да, это немножко разное. И по стилю жизни тоже даже, в принципе, отличается. Но вообще, опять же, от страны к стране это тоже отличается. То есть это сложно сказать. Ну, давай, наверное, такое небольшое отступление. Почему ты уехал из Мельбурна в Россию? Чтобы люди просто понимали, потому что точно... Вирус. Все границы начали закрывать. И вот из-за этого уехал. Потому что у меня родители в России. Немножко страшновато было, что там заболеют, умрут. А я вот тут такой сижу закрытый в локдауне. Ну, короче, просто не хотел сидеть в закрытости, короче. Это не то, что не хотел сидеть. Ну, хотел иметь возможность увидеть своих родителей и помочь им, если что-то вдруг случится. Вот. Это была такая основная причина, наверное. Ну, много причин было на самом деле. Я думаю, что ты был один из немногих людей в мире, который эвакуировался рейсом Мельбурн-Воронеж. Более-менее осознанно. Ну, на самом деле, тогда много людей эвакуировалось из Австралии, из Новой Зеландии. Это в самом начале пандемии, да? Да, представлялось тогда это все совсем по-другому. Как будто мир меняется. Но мир и так поменялся. Просто он как-то так тухловато поменялся. Окей. Ладно, смотри. Это тоже другая тема, то мы сейчас совсем в нее уйдем. А если говорить конкретно про выбор города. Вот, допустим, в Австралии ты тоже мог выбрать маленький город. Или в Новой Зеландии ты мог выбрать маленький город. То есть у тебя две страны для тебя были полностью открыты. Но ты выбрал Мельбурн. Ты выбрал большой город. Вот почему ты выбрал большой город? Ради каких возможностей? Что там делать? Ладно, давай. Вот ты мне уже третий раз задаешь один и тот же вопрос. Вот уже полчаса прошло, и я на него, наконец-то, отвечу. Ну, в общем, культурный аспект в первую очередь. Если вы живете в деревне, то в условный театр, в оперу, на концерт вы попасть не сможете. Ну, если только это не какой-нибудь концерт местной самодеятельности. Или заезжий какой-нибудь изредка. Ну, или прям сильно заезжий. Вот, хотя помню, слэш, вот, допустим, в Тауранге, в Новой Зеландии выступал. Почему в Тауранге, как это случилось, вот, непонятно. Ну, бывает. Ну, тем не менее, понятно, что просто в больших городах больше всего происходит. Вот чем мне нравился Мельбург, чем мне нравится Петербург, то, что если ты захотел как-то разнообразить свою жизнь культурно, выставка, театр, что-нибудь еще, какие-нибудь там арт-пространства, нечто подобное, то это достаточно просто делается. Ну, вот, когда ты это говоришь, я тебе верю, потому что я вижу твой Инстаграм, в котором ты постоянно в какие-то иммерсивные театры, какие-то музеи, какой-то пошел опять на какую-то оперу, чтобы на тебя наорали на немецком, там, и так далее. То есть ты от города реально берешь что-то. Это важный фактор, потому что многие люди заблуждаются в том, что они пользуются этими благами, они могут годами не пользоваться этими благами. То есть ты можешь теоретически в город раз в несколько лет съездить, воспользоваться и вернуться обратно. То есть нужно, мне кажется, реально оценивать, насколько часто ты хочешь вонять в театр. Это от человека зависит, да. То есть многим театр вообще неинтересен, допустим, выставки какие-то неинтересные, это нормально. То есть это личные предпочтения. Ну вот у меня такие предпочтения. Хорошо, культурный досуг отлично. Культурный досуг. Потом в больших городах намного проще спиться. И можно это сделать намного... В смысле спиться? Спиться, да. И намного разнообразнее. Потому что в условной деревне у тебя там будет... Ну вот я помню одну деревушку в Австралии. Где это? В Квинсленд было дело. Вот мы приехали, там одна улица. И один бар. И все. И то есть ты, как алкоголик, ты вынужден ходить только вот в этот один бар. Тебя там все знают, тебя уже все достали. Но выбора нет. Ты ходишь туда, захажешь, завоишь вот эти вот фишн-чипс там или какое-нибудь мясо там. И вот с привасиком сидишь и вот потихоньку движешься к логическому концу вот этого своего бездарного и бесцелевого существования. А тут вот, допустим, в Петербурге или в Мельбурге тоже, кстати, там, ну, они примерно на одном гастрономическом уровне. Ну, по барам, конечно, Питер далеко впереди. Но вот по интересным местам вот плюс-минус одно и то же находятся эти два города. Так вот, здесь это можно сделать намного разнообразнее. То есть количество всяких заведений, где можно отравиться алкоголем и весело провести время, которое ты, возможно, даже запомнишь некоторую его часть, оно прям очень велико. То есть можно, не знаю, ходить в винные бары, в пивные бары, ходить в рюмочные, уходить из рюмочной, выползать из рюмочной. Ну, вот, короче, на любой вкус. Ну, вот, это, по-моему, тоже очень важно. Ну, вот тут, опять-таки, это, естественно, не только про питейные заведения, это про рестораны, про какой-то такой даже фастфуд, не знаю, может быть, кофейни и так далее. То есть большие города этим завалены. Что Петербург, что Мельбурн. То есть, ну, кухни, понятно, разные представлены. То есть, если Мельбурн, это больше, больше там, конечно, азиатская кухня, так же, как в Окленде. Ну, просто мощнее там это все представлено. И вообще азиатская, может быть, европейская. То Петербург – это, в первую очередь, русская кухня, наверное, европейская, азиатская. Там она тоже есть, но, конечно, не на том уровне, как в Океане. Так, хорошо. То есть, так скажем, увеселительные заведения более разнообразные. Еще что? Ну, я насчет увеселительных заведений не могу сказать. Там, допустим, по ночным клубам я не хожу. Я уверен, что вот и в Мельбурне, и в Питере, и в Москве с ночными клубами тоже полный порядок. И тут наверняка можно тоже достаточно достойно провести какое-то ночное время. Ну, это тоже примерно сопоставление. Если хотите недостойно потратить ваши деньги, возможностей – миллион. Так, хорошо. Кроме культуры и деградации, видимо, компенсировать, балансировать внутри себя это дело. Что еще? Ты же не только по этим двум пунктам выбирал свои большие города, в том числе, в частности, Мельбург. Нет, слушайте, я не выбирал вообще. Я приехал один раз в Мельбург, мне понравилось, я приехал второй, мне еще больше понравилось. Я решил переехать. Это такое… Это и есть выбор. Это внутреннее ощущение. Но я не сидел, не выписывал так, значит, барчик хорош, значит, так, опера есть, гуглим опера. Мельбург, так, три разных места, где я могу, значит, послушать оперу, отлично, берем. Но так, естественно, не было. Соответственно, это какая-то эмоциональная составляющая. То есть, приехал в город, посмотрел, и вот просто атмосфера города, соответственно, телезачная. Да, атмосфера мне очень понравилась. Он эстетически очень красивый город. Наверное, какая-то архитектура, разнообразие тоже, возможно, важно для кого-то. Мне чисто эстетически нравится и Мельбург, и Петербург. То есть, по ним приятно погулять. Что один, что второй город, очень красивые. То есть, Петербург, понятно, все знают эту архитектуру. Мельбург, там, это, наверное, самый европейский город во всей океане, где очень хорошо представлен вот этот европейский стиль. Есть старые дома, относительно старые, там, 200 лет есть дома, там, 210. При этом, красивые небоскребы, на мой взгляд. Вот он не как вот в Питере, вот лактоцентр тут вот стоит, просто как-то гвоздь в глазу вот торчит один. А там это все эстетично и гармонично смотрится. Ну да, вот, то есть, очень приятно погулять. И опять-таки, еще одна вещь важная, кроме, наверное, архитектуры, это планировка города с точки зрения жилья и зон отдыха. Вот это, ну, этим и Окленд, допустим, хорош. Да, инфраструктура. То есть, и в Окленде тоже это очень хорошо сделано. Вот маленькие парки, которые везде натыканы, там, не знаю, Альберт парк, там, Вестерн парк, там, и так далее. Ну, все вот эти места, где можно отдыхать, это прям прекрасно. И в Мельбурне, в Мельбурне там маленьких таких парков, как в Окленде, меньше, но очень много больших парков, прям, таких огромных. Я жил рядом с парком, в котором гонки Формулы-1 проводятся, проводились. Сейчас, я не знаю, в этом году Гран-при Австралии было, не было, но неважно. То есть, вот это тоже, на мой взгляд, очень такой интересный фактор, который может повлиять, наверное, на человека. Тоже, вот, друзья у меня сейчас переехали в Москву, нашли себе там место, и рядом много парковых зон, и зон для выгула собак. То есть, вот у них две большие собаки, им это очень важно. Я думаю, если вы перейдете куда-нибудь, какой-нибудь Бангкок, вот там погулять с собачкой может быть проблемой большой. А в маленьких городах это, понятное дело, проще. Просто выгнал пса на улицу, пускай он там бегает. Сам погуляет. Да, сам погуляет, развлечется, еды найдет все. Ну, вот, смотри, ты коснулся инфраструктуры, тоже интересная вещь, потому что, действительно, в маленьких городах инфраструктура, она проще, она просто другая. Да, то есть, соответственно, у тебя, возможно, будет меньше выбор, получается, каких-то recreational вот этих зон, зато может быть близость природы, к примеру, если, ну, если это город такой. Слушай, а мы зачем это вообще обсуждаем? То есть, у кого-то у людей стоит прям выбор, вот они хотят, вот, сидят и думают, куда же мне поехать, в большой город или в маленький? На самом деле, у меня вообще, вот, цель всего контента, который, там, я начинал делать, и, там, на кивиликейшем начинали делать, это немножко такой, ну, громко сказано, образовательный, потому что люди некоторые не задумываются на удивление реально о таких вещах, потому что многие люди ехали только в Окленд, и пока мы не стали снимать обзоры городов Новой Зеландии, ну, потому что не знали о существовании других городов Новой Зеландии, в принципе. И пока мы не стали снимать обзоры и показывать, как эти города еще выглядят, что они дают, а что они не дают, у людей меньше было информации для выбора, и как только мы стали это делать, больше людей стало ехать реально вот в маленькие города. И, там, условно, Таурангу, я вот поснимал несколько обзоров про Таурангу, и куча народу приехала в Таурангу, ну, как куча, конечно, небольшая, но, тем не менее, люди приезжали в Таурангу, в том числе из-за того, что они больше информации почерпнули от нас. И вот то, что мы сейчас обсуждаем, это просто информация для размышлений, насколько вам город вообще нужен, потому что не все люди это осознают на этапе принятия решения, куда поехать. Я, кстати, слышу, что в Тауранг сейчас самое дорогое жилье в Новой Зеландии, это правда? Нет, по-прежнему Окленд и Квинстан. Как-то там жестко все дорожает. Ну, там дорожает, рост может быть один из самых высоких, но тоже в конкретных районах, там не везде. В больших городах это деньги и карьера, зачем многие едут. Ну, да, это очевидно. Сейчас, если есть возможность работать удаленно, то все остальное – это только вопрос к вашим вариантам проведения досуга, насколько вам важно ходить в какие-то усилительные заведения часто, видеть вокруг себя кучу людей. Ну, вот смотри, что меня еще интересовало, это типы жилья, вот мы про жилье немножко заговорили, люди, некоторые предпочитают жить в квартирах, им почему-то это нравится. Для меня квартира – это от ужаса и никогда в жизни, то есть вообще прямо максимальное отторжение. И в больших городах, если ты хочешь жить в доме, то приходится жить где-то на отшибе и, соответственно, тратить время на транспорт больше. Ну, по-разному. Как тебе жизнь в квартирах против жизни в домах? Потому что ты и так, и так пожил, в принципе. Мне и то, и то нравилось. Мне вообще и города, все, в которых я жил в те периоды жизни, когда я там находился, мне все нравились. И в доме мне нравилось жить, в домах у всех, в которых я жил, и в квартирах мне нравилось, и в таунхаусе я даже пожил, тоже классно было. Есть везде плюсы-минусы, конечно, наверное, но прямо что-то такого резкого, что мне не нравилось где-то, я не могу назвать. Главное – выбирайте себе квартиры с хорошей шумоизоляцией, и все у вас будет нормально. Да, а это порой может быть непросто. По крайней мере, в Новой Зеландии. Ну, вот у меня еще проблема. Здесь у меня кто-то на этаже курит в ванной, видимо, через вытяжку, иногда притаскивает. Найти этого человека, по-моему, без шансов вообще. То есть не на этаже, а вот прям в стойке, видимо. То есть какая квартира и как этого гада вычислить, вообще непонятно. Если есть идеи, дайте знать. Пусти газ по трубам. Он закурит, и вы узнаете, какая квартира армония отправится. Очень удобно. Да. И две припаркованные где-то стоят, там, возле домов чьих-то. И мне присылают в ответ, ну, какие-то друзья или просто знакомые. Типа, а вот у нас. И просто двор, в котором весь просто застав... Серый двор какой-нибудь российский, там, полностью заставленный машинами. Каждый раз вот это выезд. Домой приезжаешь, и я вот с некоторыми друзьями, я могу полчаса разговаривать по телефону, пока они кружат по району, чтобы найти парковку просто для машины. Вот это для меня, как бы, такой фактор тоже. Не знаю, как ты в Питере? Ты в итоге себе машину так и не брал даже, я понимаю. Зачем? Вообще не нужна мне здесь машина, где я живу в метро, и... Вот это плюс для тех, кто не водит. Ну, да. То есть у меня как-то... Куда мне нужно добираться на машине? Я туда езду либо на такси, либо как-то с кем-то там из друзей, и вот этот вопрос решается. То есть, ну, условно говоря, я могу на такси везде передвигаться, там, где мне метро недостаточно. Смотри. А так тут все заставлено, да. Я согласен, тут прям в машинах все. Раньше я помню, когда не мог припарковаться у дома где-нибудь в Новой Зеландии, и там на 10 метров дальше парковался, я уже немножко огорчался только. Да. А тут беда с этим. Хотя, опять-таки, вот бесплатная парковка в торговом центре через дорогу, и там на вал место. Ну, там на ночь не оставишь, наверное. Понятия не имею, может быть, ну, там что-то стоят, может, и нельзя. Кстати, в Питере я вот удивлен был, что в центре города очень много бесплатных парковочных мест. Прямо так достаточно... Может, я, конечно, что-то не понимаю, но вроде как такой беды, как в Окленде. В центре. Да, да, в центре там прям беда-беда. Либо плати, либо вот как раз-таки кружи по полчаса. Я помню, когда я жил далеко от центра и приезжал туда, не знаю, в барку сидеть вечером. Приходилось там достаточно много времени тратить, чтобы найти, где ставить мою машинку. Ну, да. В Москве в этом плане выбор-то вроде есть, парковок, но тоже платно везде все. В плане безопасности, как ты себя ощущаешь, вот в разных местах я ощущал. Потому что вот в Кринстауне я по себе говорю, я сейчас начинаю... Вот 10 лет в Новой Зеландии, а у меня все равно старые привычки многие остались. То есть, грубо говоря, у меня когда-то там воровали кошелек на вокзале, когда я жил в России, у меня там много чего случалось. Там в машины могли залезть или угнать, там в квартиру могли там забраться, еще что-то. И вот эти вот как бы триггеры, они работают, и я там дверь все равно закрываем на ночь, как правило. Там машину каждый раз закрываешь, даже если отошел на 5 минут, еще что-то. Но вот в Кринстауне я начал замечать, что я все меньше и меньше этого делаю. И вообще-либо очень многие люди здесь не закрывают там двери ни в машины, ни в дома. Здесь вот на моем районе заборов толком ни у кого нету, да. То есть, соответственно, во-первых, видно, что у людей в доме, а для нас это как бы такой психологический фактор. Кто-то видит, что у меня в доме, и там видит меня в доме и так далее. Во-вторых, ну вот заходи, бери, грубо говоря, и вот все такое. Но в этом плане здесь прям очень комьюнити, очень безопасное, и люди там, очень многие там доверяют друг другу. В больших городах оно как бы, как правило, все-таки сложнее. Как ты себя чувствовал по безопасности в тех городах, где живешь? Ну, я вырос в Челябинске. О какой безопасности мы говорим вообще? Как бы все везде прекрасно. Ну, Петербург, Мельбург, Охмад, шикарно. Но так если серьезно, в Питере, не знаю, я жил просто в таком районе, он такой спальный, но маргинальных элементов я здесь не замечаю. Может быть, потому что я по нему мало гуляю, у меня тут рядом просто парк, трехсотлетие, Крестовский остров, вот эти вот все вещи, где, наверное, ребята подобного вида не появляются. Может быть, я их не вижу, не знаю. В общем, в Петербурге никогда никаких вообще проблем не было. А вот в Мельбурне, как раз-таки в Сент-Килте, в таком хорошем достаточно районе, в котором я жил, там вот можно отметить местных бомжей, которые вот никак, новозеландские бомжики такие довольные, упитанные, которые сидят и радуются жизни. Очень на тюлени похожи, просто чилятся на солнышке. А там какие-то такие жесткие ребята под какими-то бутератами, то есть, ну, прям нехорошие наркотики у них внутри, и они, вот несколько раз я видел, они были прям сильно агрессивные, а с таким человеком, который не в сознании вообще и агрессивный, и стоит кулаком просто в стену долбит себе руку в кровь, то, ну, наверное, стоит перейти на другую сторону, потому что вразумить ты его не вразумишь, а пока будешь останавливать, непонятно, чем дело закончится вообще. Вот это было неприятно. То есть, какие-то... В Мельбурне я бы сказал, что есть места, где встречаются такие люди, и надо просто быть к этому готовым. Ну, это был прям по моей дороге от моей квартиры до супермаркета, поэтому я часто наблюдал, и такая кучка бомжиков тусовалась, и время от времени они находили деньги на что-то... Вкусняшки. Вкусненькое для них, и потом вели себя немножко неподобающим образом. Ну, а вероятность огрести в Питере существует, как ты думаешь? Понятия не имею. Ну, мне даже было интересно, и я спрашивал своих друзей, вот как у вас там было раньше, и все такое. Так понятного ответа я не получил. Вроде что-то тут раньше было в каких-то районах. Я в Питере, когда был года, наверное, 4 назад, был очень прикольный момент, я ездил туда в командировку с коллегами. Мы сидели в кафе сначала, ну, это все в один день причем было. И мы сидим в кафе с коллегами. Слушай, или это вообще с тобой было? Нет. Мы с тобой же в Питере были, были мы с тобой в Питере. Были мы с тобой в Питере? Были мы с тобой в Питере. А, так это с тобой, по-моему, было, когда мы сидели... Это все у меня в голове перемешалось, да, два, две поездки разные. Когда мы сидели в кафе, и видно было, что дырка от пули в стекле снаружи. И когда мы официантки спросили Типа, это вас, ну, стреляют Ну и когда она сказала, типа, ну, обычно нет И она так еще на уровне головы такая Дырка от пули Не очень прикольная А с коллегами, это когда я поехал на такси И таксист был Такой дядька такой прям нормальный В жилеточке Все как положено, такой нормальный таксист И у него на двери В его дверце висела кобура со стволом И нож охотничий, здоровый Такой тоже, короче, специальный кобурет В чехле Ну, он говорит, ну, на всякий случай для безопасности Типа времена, но сейчас, говорит, ничего еще Раньше было, конечно, жестче, чаще приходилось пользоваться Ну, ничего, сейчас на всякий случай тоже пригождается Я думаю, сейчас время уже другое И, знаешь, я уже не в том возрасте Чтобы как-то по таким веселым местам гулять Как я раньше гулял, допустим, в Челябинске По разным местам Ну, как гулял, бегал Ну, короче, побезопаснее Ну, сейчас добавилась другая угроза Которая раньше не была Терроризм И в больших городах, мне кажется Терроризм? Ну, это такое Понимаю, что это очень точечно Имеет, как бы, явление Народу Ну, это как самолет, допустим, вот, может упасть Ну, да Терроризм, как ты предскажешь В маленьких городах А где там в Новой Зеландии? В Кайфчорче же расстреляли мечеть Вообще неожиданно было, да Тоже куда-то деградан Нашли где? Ну, там просто он не такой массовый, да Ну, я имею в виду, что в смысле Это один человек, как бы, кукуха поехала Обычно те, которые организованы Они на большие города ориентируются Чтобы было побольше Ну, в Норвегии вот студенческий лагерь вырезали Или школьный он там Брейвик Да, опять-таки, это же не в городе произошло Ну, это, опять же, Норвегия, да Такая безопасная, спокойная страна То есть никогда не знаешь, короче, где что может произойти Его, кстати, выпустили, по-моему, недавно Я помню, что он там что-то книги писал, сидел там Ну, вот, по-моему, его выпустили уже Ну, в общем, ребятам, у которых кукуха поехала Немножко не в том направлении Они себя везде проявят И где он окажется, этот человек В большом городе или в деревне Предсказать, по-моему, очень трудно Ну, тут больше про организованный терроризм Который, типа, носит акционный характер И прочие вот эти все истории Ну, как вот в Барселону, когда я летал И на следующий, в этот же день То есть я прогулялся по Ромбле По центральной, пошел в отель поспать Мы вместе с женой пошли отдыхать И нас не выпустили обратно После того, как мы поспали Потому что сказали, что на Ромбле кто-то проехался Там на машине сбивал людей На войне и так далее То есть было стрёмненько, конечно Не знаю, я бы об этом вообще не думал Переезжая куда-то, что, ой, тут могут Что-то взорвать Шансы, наверное Где могут все взорвать Слушай, а вот про людей Так как затронули тему Вот интересная тема в плане Ну, на две ее можно даже разбить Вот яркий пример Я, видимо, настолько в маленьком городе Становлюсь мизантропичным человеком Что хотел поснимать здесь Этот горнолыжный курорт Взял камеры с собой, все, пошел Там друзья поехали кататься Я думаю, я подсниму какой-нибудь сюжет Сделаю для канала Поднимаюсь туда Начал на парковке уже снимать Захожу И там просто так много людей Мы попали еще в детские каникулы Что я не учел Люди-то все дружелюбные, веселые, хорошие Понятно, то есть нету озлобленных лиц Там как у меня в воспоминаниях В метро, допустим, московском Но при этом их так много Что приходится вот так вот Плечом так проходить Протискиваться, там все такое И я настолько от этого отвык И мне реально физически стало плохо Я просто такой, фу, я не могу Нет, к черту, ничего не буду снимать Просто я ушел Просто ничего не стал снимать Потому что слишком много людей вообще И чем больше людей Тем больше потенциально Ну, каких-то стрессов, может быть Или еще что-то А есть люди, которые наоборот Которым нужна движуха Которые хотят видеть у людей Каких-то вокруг незнакомых Которые просто ходят по улицам Там сидят в кафе и так далее Мне вот такие люди вообще не нужны Мне часто в сторис спрашивают Типа, а где все люди-то? Так я говорю, так я зачем снимать буду? Мне зачем они вообще? Мне не интересны Вот уточка, тема прикольная Как бы уточка с утятами в парке Это интересно А люди зачем? Ты как в этом плане себя чувствуешь? Вот в сравнении городов Насколько люди для тебя плюс или минус? Ну, ты мне сейчас начал все говорить И сразу вспомнил, как меня бесит Невский Когда там много народу Просто невозможно Вот каждый раз, когда мы там С кем-нибудь куда-нибудь идем И мне предлагают А пойдем, пройдемся по Невскому Пожалуйста, давайте Улочками вот рядышком Ну, все идут по Невскому И все вот прям вот так Мне не нравится быть в стадии просто Где бы это ни было Там метро Большая улица Еще что-то Моя чисто физическая особенность Я быстро хожу Вот И я не люблю ходить медленно И когда людей нельзя никак обойти Так, чтобы там с ними не столкнуться Они еще, значит, так устраиваются Рядами такими плотными И шагают в ногу Видимо, с детства как-то так приучено Очень удобно прям бесит Так, в целом, не знаю Люди, это, наверное, хорошо Но как-то Главное, чтобы не толпились Это точно Сильно не толпитесь, пожалуйста А вот по поводу выбора Тоже мы не раз эту тему с собой затрагивали Что касается, что личных отношений Что даже друзей Или просто интересных людей Понятно, что в городе их Ну, чисто математически больше Соответственно, есть шанс попасть На более интересных людей Но в то же время У меня довольно много друзей Которые живут в больших городах И либо не могут найти себе пару Потому что просто они Работа-дом, работа-дом И они как-то не успевают В метро не знакомишься все равно С этими людьми В кафе-барах тоже как-то Уже не принято, видимо, знакомиться Не знаю Либо люди, у которых круг друзей Уже давно очерчен И он вообще еще тянется Условно, с моего Иркутска, к примеру И они новых друзей вообще не заводят То есть они все равно общаются Своими там Тремя, четырьмя, пятью там Людьми И все И, соответственно, этот выбор Как бы получается Он как будто бы есть Но он такой бестолковый Ну, в смысле, зачем он тогда нужен Если ты все равно общаешься С теми, с кем ты хочешь общаться Исключительно по каким-то своим критериям Я думаю, от города это вообще мало зависит От других факторов зависит Задумывался на эту тему Вообще, в принципе Как формируется круг общения Потому что Со мной это происходило Получается, сколько Раз Два Ну, то есть там Три раза мне надо было формировать Ну, не надо было А просто так случалось Что каким-то образом формировался Новый круг общения Вот И надо сказать, что каждый раз Он был как-то уже, уже и уже И все очень легко объяснимо Откуда у нас появляются вообще друзья То есть это Либо учеба Либо какие-то интересы Что включает Всякие музыкальные школы Спортивные секции в детстве Спортивные секции Походные клубы в университете И так далее Вот Работа То есть И Ну, и все Вот Собственно, учеба Интересы Работа Тинда Как это Телефон у тебя Вот Ну, в общем Вот три основных пути Как бы Не то, что Не то, что поиска Как бы сказал Откуда Откуда люди берутся в твоей жизни В целом И Сейчас, допустим У многих Работа тоже Удаленная Я из своих нынешних коллег Я вот В одной и той же компании Работаю уже год, наверное Да Не то, что вживую Их ни разу не видел Ни одного Я Видео вот этих людей Видел два раза Два раза за год Мы решили включить Камеры На что Одна из моих коллег С которой у меня там Самые теплые отношения Наверное Мы Тут С ней чаще всего Просто переписываемся На какую-нибудь Нерабочую тему И просто Ну, болтаем За жизнь Или созваниваемся Поболтать за жизнь Просто потому что Все достало Вот И Вот Когда она меня впервые увидела Там Я еще был в очках В рубашке Прилично все Она говорит Не верю Вот Я, говорит Я представлял Каким-то там Неформалом С татуировками Вот И я даже удивился Немного Меня кто-то Может в таком образе Представить Это еще там С моим голосом Который не сильно низкий Какой неформал Вы что Вот Но тем не менее И То есть Я знаю этих людей И у меня есть Какой-то образ В голове вот этих людей Но видел я их Дважды за год И наверняка Я не один такой Вот Потом Всякие интересы Допустим Я многим рассказываю Как у меня появилось Большинство моих близких друзей В Новозеландии То есть Когда я вот пришел На тот Футбольный матч Где вот Мы с тобой познакомились Там заодно у нас Кто у нас там был Тот же вечер Мы познакомились С Фернандо С Раной С Дарио С Джулианом До сих пор общение Да И вот эти вот все люди Примерно там Вот Одной такой группой Какое-то время существовали Потом Все разъехались Но до сих пор там все общаемся Условно Ну по крайней мере Я со многими общаюсь С Фернандо на той неделе Виделись в Афинах Вот Было забавно Вот То есть интересы С годами Интересы все равно Как-то Отсекаются Ну под кем-то причиной Там Не знаю Получаешь травму Перестаешь играть в футбол Там Перестаешь Тут Лично Да Для меня То есть Я перестал играть в футбол Чисто по каким-то Медицинским показаниям Я не могу больше играть в футбол Вот Там Скалолазание Вот сейчас тоже Допустим на паузе Тоже По той же самой причине И постепенно Вот эти вот все интересы Они Либо меняются Заменяются И ты встречаешь все меньше и меньше Людей Вот Ну в тот же В тот же самый момент С возрастом Ты такой более консервативный становишься Тем не менее Да То есть Людей любишь меньше и меньше И в принципе Если мы вспомним Что Человек может поддерживать Не больше чем 300 связей Одновременно Социальных В какой-то такой Более-менее Продуктивной форме То Чтобы впустить нового человека В свою жизнь Тебе вот видимо Надо кого-то вычеркнуть Не буквально Не вот у меня такой список Так Значит Кого выкидывали Вот Мне вот Вот этот человек понравился Кого бы Денис Вычеркиваем Все Заменили Понятно Отлично Новый список сформирован Но тем не менее Кто-то постепенно Отпадает Вот у тебя не находится Времени На то Чтобы поговорить с человеком Вот у меня сейчас пару друзей Допустим В Австралии В Новой Зеландии Мы Переписываемся И уже месяц Никак не можем Даже вот созвон организовать Вот хорошо Ты как-то так быстро Меня поймал Вот говорит Я пытался перенести Это все дело На следующую неделю А там оно как бы Затянулось бы до следующего года Скорее всего Вот Но ты всегда настойчивый А так Мы там пытаемся Совместить наши календари И вот что-то Вообще никак Ничего не сходится Тем не менее Если человек Делает то Что ему нравится То Он не будет это делать Один Скорее всего Потому что Надо существовать С очень специфическими вкусами Либо вообще Не уделять время Тому Что тебе именно Нравится Ну то есть Я знаю допустим Некоторых своих друзей Которые все время Там сто процентов Проводят на работе Это просто суровая Правда жизни Там Но по-другому Не получится Иначе не заработаешь Это такое Очень мощное ограничение И С этим ничего не поделать И это грустно Но Если тебе что-то нравится То Что-то с тобой Будет случаться И ты найдешь Других людей Которым это тоже нравится Иными словами Ты хочешь сказать Что неважно Большой это город Или маленький Ты все равно Найдешь своих людей Да плевать Но нет Не то что найдешь Искать вообще не надо Ну я имею в виду Они найдутся Они сами найдутся Да Ну вот забавный случай Допустим Вот пример Я тебе про него рассказывал Мы как-то с подругой Пошли в театр А потом В общем Там столкнулись Еще с одной знакомой Девушкой Там Так поверхностно знакомой Вот После театра пошли в бар В итоге мы Компании из восьми Случайных человек Поехали в Мурманск Ну как бы вот То есть Вот два события Которые трудно Вообще состыковать А тем не менее Вот они случились А потом у нас Из этих восьми человек Там как-то еще Получилось так Что мы начали в театр И как-то мощно Вместе ходить Вот А потом там Какая-то еще череда событий Там случилось Допустим Связано с каким-то Определенным театром Вот Ну неважно В общем Это все Оно как-то взаимосвязано И случается Там где ты Это вообще даже не ждешь Я наверное Я наверное в этом плане Согласен Потому что Даже вот эти города Как правило Выбирают люди С определенным складом И соответственно Ты живешь в городе Где живут тоже люди С похожим складом Ну и взглядами На жизнь И так далее В маленьких городах Вообще проще Начинается общение На мой взгляд То есть в целом Сидя в кафе Люди более открытые Да более открытые Они начинают наоборот С тобой общаться А если какие-нибудь еще там Типа истории по интересам Рыбалка Гольф Я не знаю Еще куда-то Естественно вы будете Общаться вот с этими людьми Соответственно у вас все равно Этот коннект произойдет Я просто к тому Что не надо переживать Что если в маленьком городе То вам будет не хватать Людей и общения Нужно просто чем-то заниматься И тогда это люди И общение появится Ну мне так кажется Ну плюс все-таки Онлайн сейчас играет большую роль Я вот сейчас хотел бы Переехать куда-нибудь В Воноку Желательно какой-нибудь Такой сабер подальше В Воноку Это считаешь Это все сабер Там сложно Не подальше быть Вот такой прям К горам И вот гулять по горам Оружие там запрещено В Новой Зеландии К сожалению Ты мои видео не смотришь Да я так понимаю Вот я просто сейчас Исполняю все Все что ты хочешь Я гуляю Вот по горам Мне понравился Вот тот холмик Который ты мне показывал Я сказал Что да Вот от него Отстреливаться удобно Да там заборчик Пулеметные эти доты Да Смотри Чтобы ни один не подошел Хорошо Следующий Следующий пункт на повязке Политика Насколько Тебя Она Ну это наверное Уже больше Россия Против других стран Насколько тебя Касается политика Насколько она тебя Вообще вот В твоей жизни сейчас Является раздражающим фактором Или наоборот Каким-то успокаивающим Очень раздражающий фактор Прям не нравится то Что в Новой Зеландии происходит Я очень сильно переживаю По этому поводу И Джасинду Ардена Я не поддерживаю И голосовать за нее Я не буду Вот все что я хотел сказать По поводу политики А остальное нельзя говорить Остальное Это нет Ничего Нам скоро тоже запретят Говорить Все нормально Будем с тобой Политики говорят Политика Есть Хорошо Ну смотри Так скажем Можно сказать Зафиналить немножко Но если Вот сейчас Ты Насколько я понимаю Пока без партнера И У тебя нет пока семьи Да И ты живешь в большом городе Я так понимаю Тебя пока это устраивает Если бы у тебя была семья Какой бы город Ты бы выбрал Я бы не выбирал бы один Как бы это Все бы зависело Как-то от желания Ну окей Какое бы ты желание Озвучивал бы Со своей стороны Ну на данный момент Это может поменяться Сто раз еще С этим нет проблем Естественно Но вот как ты сейчас думаешь Очень сложный вопрос Я над ним не думал Потому что не было Такой повестки Я честно говоря Не знаю Надо это было бы Рассматривать С точки зрения Интересов детей Прежде всего Вот Но не только Наверное Ну вот у детей Смотри В больших городах Родители наверняка Тоже важны Да Во-первых Счастливые родители Дети тоже будут Будут комфортнее Себе чувствовать Тут вопросы И образования В том числе То есть какие школы Какая атмосфера Какая инфраструктура Слушай Слушай я вот могу сказать Что Допустим По моим друзьям У которых очень У многих есть дети И там разного совершенно Возраста В принципе дети Вот во всех странах Которых я знаю Они плюс-минус Счастливые Если у них все нормально В семье И все нормально Это безусловно Они же просто разницы Не знают Для них все Как данность Да То есть Единственное что Допустим У меня есть пример Друзей Которые переехали Из Челябинска В Петербург В прошлом году И у них У ребенка Были некоторые Проблемы Со здоровьем Которые они никак Не могли решить В Челябинске В Петербурге Они нашли специалиста Которые эти проблемы Сейчас помогают Успешно решать Ему словно говоря Повезло То есть Они даже не верили Сначала Что это Такого рода Проблема И что они должны Решаться таким образом Вот Но Человек нашелся И человек им Помогает сейчас То есть Наверное Как-то в маленьких Городах Я подозреваю Шанс меньше Найти Такого рода помощь Да Специалисты Но Иногда бывают Иногда бывают И примеры Которые говорят Об обратном То есть Я знаю Допустим В том же Челябинске Я знаю Тех же самых врачей В некоторых областях И лично И про которых Мне вот Рассказывали Условно говоря Мирового уровня Куда Едут лечиться Из Ну по каким-то Определенным Кейсам Даже из Европы Вот Поэтому Но в целом Понятно Что просто Больше людей Выборка Больше Наверняка Можно найти себе Хороший специалист Но только тут Как повезет На самом деле Понимаешь Тут гарантий Никаких нет Это так же Как с платными клиниками Вот У меня Пример был С одной клиникой Платной То есть У меня там Были Две проблемы Со здоровьем Обе специфические Немного Одна проблема Была С травмой колена А другое С травмой Сетибулярного аппарата Вот И когда я пришел В одну и ту же клинику Два разных филиала Один тут Через дорогу У меня прям И я попал К очень молодому врачу И он Проблемы Очень быстро решил Вот И прям Он прям гуглил При мне Такой говорит Вот это вот Наверное оно Но сейчас погуглим Вот было очень смешно Но тем не менее Он меня починил Мне понравилось В Новой Зеландии Не смешно В Новой Зеландии Это реальность Это сейчас нормальная практика Реальность Приходишь к GP Он сидит вместе с собой Гуглит Пускай гугли Вот я сам гуглю По работе все время Это просто Норм Вот А потом Пришел в ту же клинику Другой филиал Там допустим С коленом И Мне там человек Такого наговорил Что я как бы вот сразу увидел Что ну как бы Нет Надо найти кого-нибудь еще Потому что Сразу по глазам видно Парень Ты Нет Правильное дополнение Скорее вопрос Возможности в городе Как раз получить Больше специалистов В каких-то сферах Которые тебе необходимы И соответственно В медицинской в том числе То есть Это не столько семейный Это же вопрос Сколько Для взрослых Это тоже применимый Как вот в твоем случае Опять-таки По многим примерам Людей Которых я знаю Зачастую Какие-то сложные Вопросы Связанные с здоровьем Люди из провинции Едут решать в Москву Ну да Почему так случается Ну почему Ну потому что В Москве Видимо все-таки Да Но при этом Вот смотри Более высокий уровень Все-таки Немножко вернувшись К теме именно Семейной Вот закрыв глаза Включив медитативную музыку Представив Представь себя С семьей Там с ребенком Или с детьми Ты можешь себя представить В Питере Или там В Москве Или это может быть Все-таки Мельбурн Или это может быть Маленький какой-то город Ну в Москве нет Точно В Москве Я одним-то с трудом Представляю В целом Я наверное Мельбурн бы выбрал Ну как-то Как раз как баланс Города И пригорода Ну да И Виктория В принципе Очень хороший штат Мне там Очень много Что нравится Петербург Наверное Тоже был бы неплох Но Наверное Мельбурн Вот если прям Вот выбирать Выбирать Из всего того Что я видел Ну не так много То есть я жил Всего в четырех городах Все больше Во многих странах Я был как турист Но этого недостаточно Вот в Афины Я бы переезжать не стал Допустим Там Что-то сурово Мне не очень понравилось С точки зрения С точки зрения туриста Мне там очень понравилось Там очень классно Я возможно даже вернусь И там попробую Может быть Даже поработать оттуда Недельку-две Вот Но с точки зрения Потенциального места Для жилья Вот Афины Нет Ну понятно Ну у тебя Ладно У тебя какие сейчас планы Вообще То есть вот Питер тебя пока устраивает Ты хочешь пока Там продолжать Жить Нет у меня планов Ничего я не хочу Все Отличное 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 окончание Будет Нашего выпуска Ну серьезно Так что спасибо тебе Все равно за этот эфир Я думаю что для многих Это была какая-то пища Полезная для размышления